Девчонки, всем привет! Меня зовут Инна. Сегодня меня опять не будет в кадре, потому что формат видео предусматривает не обязательно мне быть в кадре. Сегодня у нас будет косметичка октября. Девчонки, это такая моя новая рубрика на канале, такой мой челлендж. Хотя очень многие блогеры делают косметичку месяца, выкладывают. Я когда сделала первый раз косметичку сентября, мне это так понравилось. И понравилось не то, что видео я выложила и показала вам, а именно идея моей косметички. Вот она, она действительно простояла целый месяц на моем столе. Я целый месяц пользовалась только этими продуктами. И единственное, что в выходной день мой макияж немножко меняется, и я брала какие-то другие предметы косметические. Хочу сказать, что чем мне понравилась эта идея, девчонки, я настолько распробовала все. Девочки, это вот такая идея. Это просто нереально крутая идея собирать косметичку месяца. Я поняла все продукты. Вот теперь я могу дать полноценную им оценку. Это не разовое мнение, это не недельное мнение. Это когда я вот эту вот косметику поносила и в холод, и в жару, и при спортивных каких-то нагрузках, и в сухой, и в офисной обстановке такой, и во влажной уличной обстановке. В общем, все. Я поняла, как работает, что мне нравится, что мне не нравится, что я хочу переложить в октябрьскую косметичку. Девчонки, очень мне понравилась эта идея. Одна из подписчиков мне написала, неплохо было бы включить такую рубрику «Макияж с косметичкой месяца». Это действительно очень классная, крутая и действительно нужная идея видео, потому что, ну, коли ты показываешь косметичку, покажи макияж этой косметичкой, а что ты тут хвалишь нам и голословно рассказываешь. Это действительно так, и я хочу знать от вас, хотели ли бы вы макияж косметичкой месяца, чтобы была это тоже такая постоянная рубрика. Вот знаете, как у меня сейчас рубрика «Пустые баночки месяца каждого», так у меня и косметика. Ну что ж, давайте так, ставлю пустую корзиночку, ставлю рядышком вот эту корзиночку и буду выкладывать отсюда то, что было и сравнивать с тем, что будет. Первым этапом я вам покажу вот эти глазные капельки, которые перекочевали из косметички сентября в косметичку октября. Вот столько использовала я за месяц, их по одной капельке я капаю только утром. Девочки, никаких медицинских показаний, либо там, ну, вот от зрения или там еще что-то, вот я не для этого использую, а только лишь для того, чтобы с утра немножко открылись глаза, чтобы был ясный взгляд, чтобы были белые белки. Вот только для этого шикарные капли, я уже говорила, покупала их по совету одной подписчице в Египте и просто не могу нарадоваться. Поэтому они у меня перемещаются, ну, им просто замены нет, поэтому они перемещаются. Следующим этапом у меня была вот такая вот эмультия-спрей от Essence, матирующий, ровно полфлакона осталось. Я посмотрела, хочется мне его добить, но эксперимент есть эксперимент, и оставляю его до лучших времен, скажем так. Я его распробовала и на макияж, и под макияж, пользовалась им под макияж. Девчонки, вот скажу вам честно, мне кажется, ну, как-то на мне он больше работал как улажняющий. То есть я нанесла его на лицо 4-5 пшиков, и пока вот походила там, ну, буквально минуту, да, пока он высох, и вот у меня было как будто ощущение увлажняющего крема, и я уже начинала следующим этапом носить тональный крем. Сказать, чтобы он был, матировал мне все лицо, абсолютно я этого не могу сказать. Сказать, чтобы у меня оно, наоборот, там блестело и жирнело раньше времени или раньше обычного, тоже не могу сказать. Ну, плохого ничего не могу сказать, но и матового эффекта уж точно от него нет, но средство у меня не вызвало абсолютно никаких плохих и отрицательных эмоций. На замену этому крему у нас приходит вот такая вот новиночка от Бабе. Буду рассказывать о ней подробно в другом видео. Интересная вот матирующая эмульсия, увлажняющая, матирующая, увлажняющая эмульсия. Маленькая миниатюрка, ее хватит, ну, я думаю, недельки на две. Для жирной кожи шикарная вещь. А сегодня это аптечная серия, это аптечная косметика, которая не может просто не радовать, да, аптечная косметика. Поэтому сегодня попробовала, очень она мне понравилась, хорошо на нее лег тональный крем. Вот заменяю это средство на вот это. Следующее из этой корзиночки у нас тональное средство от Evroche, ноль несовершенств. Безумно классный крем, стойкий, хорошо скрывает недостатки. Вот как заявлено ноль несовершенств, так действительно оно и работает. Единственное, что я не могла дождаться 1 октября, потому что уж очень он был уже темный, понимаете, уже прям бросалось в глаза. И вот на него как-то вся остальная косметика ложится, ну, вот просто великолепно. Вот контур, пудра, ну, вот как-то все прям лицо настолько живое, настолько лакшери. Мне он очень понравился. Буду ждать, ну, вот видите, оттенок темный, но это однозначно какой-то такой загарный. Послелетний период должен быть. Его я заменяю на Catrice, матирующий флюид от Catrice. Сегодня им попользовалась, прям вспомнила. Я его хотела, у меня аж трещала морда, как я его хотела. Год назад я его купила, попользовалась, наверное, от силы раз 10. Ну, и знаете, как это бывает. Ну, все, попробовала и отставила. Ну, так вот, теперь я буду пользоваться и месяц, и я этому очень рада. Действительно, вот на фоне вот этого крема я увидела матовый финиш. Вот для чего вот эти вот сравнения и нужны. То есть, нужно испытать одно, чтобы понять плюсы или минусы чего-то второго. Так, следующее, что у нас идет, это пудра. Залапанный мой футлярчик. Давайте посмотрим, сколько я изюзала. Видите, дырочка стала чуть-чуть больше, но я пользовалась, честно вам скажу, целый месяц, все как положено. Мне просто очень мало нужно пудры. Я ее буквально вот на тональное средство просто промахиваю и все. То есть, в течение дня я не припудриваюсь и не наношу его очень много. Меняю я это средство на вот такую красоту от Dior. Во втором оттенке действительно бронзер. В этом пудра, она действительно, как такая немножечко, знаете, бронзирующая пудра. Очень похожа по цвету на мою ту, что была. Поэтому, видите, как бы практически я ничего и не изменяю. Единственное, ее, она такая очень сильно прессованная и она практически не видна. Вот она чуть-чуть делает живым макияж, потому что здесь микроскопические просто такие блестки находятся. Сейчас я включу вспышку, вы посмотрите. Ну, вот такие вот просто, вот видите, просто чтобы заиграло лицо, потому что уж больно матовый вот этот крем от Catrice. И я вот немножечко вот так промахиваю вот это вот пудричкой лицо. Вот посмотрите, как сияет. База под тени. Девчонки, вот эта вещь шикарная просто вещь. Это просто бомбическая вещь. Я так хотела ее переложить отсюда сюда. Но я дала себе слово, что терпение, еще раз терпение, надо пользоваться всем другим, что есть. И что-то проверять, испытывать и пробовать. Я думаю, что его все-таки мало осталось, потому что оно такое неэкономичное, но это удивительная просто штука. Как на нем классно сидят тени. На моем жирном лице, на моей жирной коже ничего не поползло, не поплыло, не размазалось. Все осталось абсолютно на месте. Макияж шикарный с начала утра до конца вечера, до конца дня. Мне очень понравилось. Я его меняю на не менее удивительную штуку. Это праймер под тени от Urban Decay. И начинаю вот с сегодняшнего дня пользоваться. Вот такая кисть у него классная. У этого средства хорошо навеки наносить. В общем, пользуюсь. У меня в косметичке сентября был карандаш от Reluiv оттенки Taup. Броу Вау. Девочки, это просто космический карандаш. Это самый лучший, самый удобный, самый восхитительный карандаш в мире. Во-первых, что он механический. Во-вторых, что он просто с первого взмаха рисует брови, дорисовывает его. В-третьих, очень универсальный оттенок Taup. И я меняю его на не менее хорошую вещь. Карандаш белорусский наш новый бренд от Lilo. Тоже в оттенке 51. Taup'овый оттенок. Вот, знаете, если бы этому карандашу... Вот, посмотрите, они даже похожи. Вот, если бы этому карандашу, вот, если бы он был механический, вот, просто цены бы не было. Вот, был бы просто он суперский. Но вот это закончилось. Я буду его уже показывать в пустых баночках. А вот этим начинаю пользоваться. Но здесь зато преимущество, здесь есть щеточка. Я всегда очень огромный плюс, всегда уважаю, вот, когда в карандашах для бровей есть щеточки. Поэтому вот такая у меня будет штука в октябре. Ну что, теперь тени. На замен моей палетке вот этой красивейшей от Colorance. Хотя она очень похожа дизайном на кинзо, как мне, в принципе, и говорили подписчики. Приходит... Вот, видите, я юзала все, как положено. Пользовалась абсолютно каждый день. Все, девочки, поверьте. Даже когда мне уже и поднадоедало, так, знаете, я как-то миксовала, комбинировала. В общем, что-то с чем-то выбирала. Пользовалась, честно, признаюсь, добросовестно. И так, как я и говорила, что буду пользоваться. Внимание! Too Faced Sweet Peach. Та-да-да-дам! Посмотрите. Давайте просто помолчим и посмотрим. Девчонки, на самом деле, этой палетке полгода. И я все хожу вокруг да около. Все делаю сводчи. Посмотрите, она абсолютно целая, абсолютно новая. Пару раз я вот пользовалась буквально... Ну, вот один раз вот этот розовый я испытывала оттенок. Я больше ее юзаю и ковыряю пальцами, чем я пользуюсь ею. Вот этот вот оттенок. Ну, вот пару-пару раз я чем-то пользовалась. Видите, она такая осенняя. Она действительно очень много имеет теней с красным пигментом, которые я боюсь как огня просто. Хотя мне очень нравятся розовые оттенки. Но вроде они красиво сначала смотрятся, как розовые оттенки на глазах утром. А потом они превращаются в какую-то красноту, болезненный взгляд. Ну, в общем, вот пришла осень. И я решила, что это именно тот случай. Вот я уже не буду ни с какой стороны подходить к этой палетке. Вот прям бери и пробуй что-то с чем-то комбинируй. Сегодня я комбинировала вот этот оттенок. Он был у меня в складку века растушевочный. И вот этот оттенок, который вот я уже поюзала. И вот этот оттенок у меня был на все подвижное веко. И была стрелочка. Знаете, что я хочу сказать? Вот с этой вот базой, ну, сначала, конечно, все это легло изумительно. Это просто был какой-то космос. Очень боюсь вот таких вот оттенков. Я даже не скажу, что это металлизированный оттенок. Я скажу такое слово, которое меня просили не говорить. Но я прошу прощения, я скажу. Перламутровые тени. Вот этот именно оттенок. Который подчеркивает все ваше веко, все морщинки. Вот видите, я нанесла, и сразу вся текстура кожи подтеркнулась. Вот этого я всегда очень сильно боюсь. И вот я хотела так всегда, чтобы оно лежало затиркой. Вот как на пальце оно у меня лежит. Но тени лежат вот так вот прям на всем, на всем веке. Все подчеркнуто, все морщинки, все, вся-вся-вся кожа, вся текстура кожи. И вот этого я очень сильно боюсь. Поэтому буду пробовать какие-то матовые оттенки. Буду как-то что-то с чем-то. В общем, буду пробовать. Я думаю, что если руки растут из того места, а я надеюсь, что у меня это так, то все получится. Я с этой палеточкой подружусь. Потому что, ну, такая красота просто не должна пропадать и не должна вот стоять в стороне. И я потеряла мысль, опять включаюсь, что я хотела сказать. Я нанесла эти два оттенка на веко. С утра все было прекрасно, великолепно. Девочки, сейчас 6 часов вечера, у меня все смешано на глазах. У меня просто что-то... Вот смотрите, вот этот оттенок и вот этот оттенок. И у меня что-то вот такое вот на глазах. Хотя они лежали абсолютно отдельно друг от друга. И у меня сейчас что-то вот такое вот на глазах. Не знаю, буду пробовать. Завтра у меня будет матовый макияж. Хочу попробовать именно такой контраст светлых с темными. Посмотреть, смешаются ли они. Вроде база шикарная. Ну, Urban Decay. Ну, блин, уже круче не придумаешь. В общем, буду пробовать. Буду потом делиться с вами и рассказывать. Из этой косметички сентябрьской я достала вот этот карандаш, который я показывала вам от Beauty Drugs. С одной стороны я подводила под бровью. Со второй стороны я рисовала стрелку. Хотела его добить. И так и говорила, что не хочу вот эти огрызки. Хотела добить. Думаю, если я все буду добивать, то у меня косметичка октября будет такая, как косметичка октября, сентября. Немножко он мне поднадоел. Я люблю этот карандаш. Мне нравится оттенок. Он не черный. Он такой коричневый, такой фиолетово-сливого. Все тут вместе намешано. Но вот надоел за месяц. Ну, я думаю, все меня поймут. И на замену ему приходит лайнер белорусский от Belor Design. Обожаю эту гелевую подводку. Блин, я ее любовью всей люблю. Хотела в каком-то месяце собрать косметичку чистой из белорусской косметики, но не удержалась. Положила ее в косметичку октября. Я думаю, косметичка белорусской косметики будет тоже какая-нибудь интересная. Вот, с удовольствием буду ею пользоваться. Так, консилер. Великолепнейший консилер от Belle. Вот сколько я израсходовала за месяц. Шикарная вещь. Понравился мне безумно. Я убедилась, что у Belle великолепные, идеальные консилеры. У меня есть еще один такой недобитый консилер от Belle. Я его вот кладу в косметичку октября. А вот про этот забываю на какое-то время. Но сегодня пользовалась этим. Не в меньшем я в восторге. Все класс, все супер. И вот этот тоже очень советую. Это, кстати, у меня оттенок. Так, так, так. Оттенок. Господи, как долго я все это делаю. Без оттенка, короче говоря. Вот тут, кстати, тоже был оттенок. И я его содрала. И теперь я даже не знаю, девочки, какой это оттенок. В общем, смотрите по сводчим. Дальше у нас румяна. Румяна у меня были из палеточки. Вот такой красивый розово-персиковый. С таким легким-легким шиммером оттенок. Сейчас у меня румяна от Vivienne Sabo. С розовым запахом. Они, кстати, чем-то похожи. Эти даже чуть-чуть нежнее. Очень красивый такой натуральный оттеночек. Мне нравится он. Он на щечках практически не смотрится. Вот чуть-чуть какая-то такой розовый, такой нежный. Вот знаете, как морозный немножечко такой румянчик появляется. Я ими буду с удовольствием пользоваться. Сегодня уже пробовала, мне понравилось. Так, из туши. Из туши у меня закончилась даже вот эта вот миниатюрка от Too Faced. Очень они уже стали... О, ничего себе, закончилось. Закончилось и появилось. Ну вот я скоро еду в командировку, возьму ее с собой. А в косметичку эту я кладу тушь от Vivienne Sabo. Вот с такой вот щеточкой. Необычный такой. Вроде бы она обычная, но она необычная. Как-то так. Пробовала я ее сегодня. Как-то пока мне она не зашла. Может быть, что новая. В два слоя я наносила тушь. В два слоя вроде ничего. Вымызла все веко абсолютно. Там вытирала полчаса. В общем, буду распробовать. Так, дальше у нас каял. Каял он меня просто-напросто, потому что один. И его хватает на три жизни. А может быть, даже и останется еще кому-нибудь жизни на три. Он меня прослужил целый месяц. И я его ни разу не точила. Поэтому он переходит в эту косметичку. И будет кочевать у меня очень долго. Так, контур. Самое интересное, девочки. Вот то, что я хвалила от NYX, оказалось идеальнейшей палеткой. Вообще в мире, в жизни и во всем, что только можно придумать. У меня спрашивали, тон это 0,1. Есть еще 0,2 темный, 0,1 более светлый. Несмотря на то, что вот это кажется черным, просто черной ночью, это идеальная тень. Несмотря на то, что хайлайтер кажется просто прессованными блестками, наконец-то на себе я увидела хайлайтер. У меня была такая проблема, что, понимаете, каким бы я хайлайтером ни пользовалась, на себе я его не видела так, как я вижу его на других. Вот этот увидела. Это просто космос. Вот этот хайлайтер из всех, что у меня есть, это космос. Вот этой пудрой не пользовалась, потому что она достаточно белая. Я пользовалась пудрой для подглазки и закрепляла консилер. Вот этой из палеточки. Она более банановая такая. Вот посмотрите, даже видно, да? Она потемнее, чем вот эта. Это очень белая. Прямо просто белая мука. Я ее вообще не пользовалась. Но, девчонки, идеальная, шикарная вещь. Не жалею ни одной копейки, ни одного грамма. Очень крутая вещь. Вот это вот от Ник Строич. Так, что я ее хвалю-то? На что я ее меняю? Я ее меняю на контурирующий скульптор от Мак. Ой, какая красота! Да, где-то в видео я ее показывала. Это уже, конечно, такой теплый. Это уже не сравнится вот с этим тоном. Если этот темноватый, то этот теплый оттенок. Знаете, я его сегодня с трудом набирала на кисть, потому что он прям почти такой, как прессованный. Его почти не видно. Это даже как пудра какая-то. Но вот на тот период, когда я уже не загорелая, в принципе, ну, когда уже весь загар смылся, вот такой сделать теплоту лицу – идеальная вещь. То есть я ее попользуюсь с удовольствием, распробую ее наконец-таки, потому что как-то так два раза хоп-хоп – все, лежит месяц. Два раза оп-оп – лежит месяц. Из-за красивой, из-за этой коробочки. Буду пользоваться. Ну и хайлайтер. Я решила побаловаться Мэри Лу. Сегодня я им пользовалась. Мне нравится, что он не розового, не белесого цвета, а он цвета шампань. Он такой, знаете, золотистый немножечко, такой вот осенний. Вот прям именно вот, мне кажется, вот идеально прям на осень. Я сегодня прям кайфовала. Наконец-то от вот этого просто блесток таких. Это не блестки, девочки. Это просто космос. Это разные вещи. А вот от этого он уже такой более деликатный, более такой подчеркивающий, может быть, остатки загара какого-то. В общем, вот такая история. Итак, что у нас осталось? А у нас остался только карандаш и помадка. В прошлый раз я похвасталась так и не показала ни один тон. В принципе, что я сейчас и здесь, наверное, сделала. Там же ничего не показала. У меня был карандашик от Буржуа в оттенке 12, девочки. Их, наверное, сняли уже с производства. Тоже, ну, я вам говорила, что ну не люблю я помады. Вроде как они крутые, классные. Но я, честно, пользовалась. Ну, наверное, раз 10 я попользовалась. Вот эта красивая помадка от Dior. Тоже в оттенке 316. Вот так вот она выглядит, я вам напомню. Такая лиловая... Вот, смотрите, они с карандашом очень похожи. Такая лиловая... Нюдовая помадка. И в этот раз я в косметичку кладу помаду 10-м тоне от Комплименте Нюд Мэтт. Это шикарная вещь. Я уже здесь даже сняла дозатор, потому что уже вот, вот она уже там прям дно видно. Но, девочки, я сделала вообще такой лайфхак. Нашла просто, блин, открытие сделала. Когда нанюдовую вот эту помаду, матирующую, которая, ну, через 10 минут подчеркивает все ваши трещины на губах, текстуру кожи. И все равно она не выглядит так лакшери, как выглядит на фотках. Если на нее нанести блеск для губ, это просто космос. Сейчас вы увидите фотку. Вот, и вот эта парочка шикарная, идеальная. Это просто действительно что-то. Здесь уже очень мало осталось блеска. Вот что-что вот этот блеск я уже решила добить с этой помадой. И плюс сюда я добавляю блеск тоже от Релуи. Вот такой вот лаковый, лаковый блеск для губ. Может быть, это даже лаковая помада, девочки. Она очень красивая. Она очень-очень красивая. Здесь собака неудобная кисточка, такая маленькая, такая очень неудобная. Но она очень красивая. Она плотная, она глянцевая, она влажная, она липкая. Она такая вот, она очень насыщенная. Она нереально круто смотрится на губах. В общем, вот эти вот три штучки я вкладываю сюда. И у нас остался, тадам, парфюмчик. Лаки, кстати, не буду вам показывать, потому что с лаками у меня... Я покажу одно, буду пользоваться все равно совершенно другими. Ну что ж, вот взамен вот этой вот красотки от Yves Saint Laurent. Кстати, ну посмотрите. Вот пользовалась же, видите? Видите, половина, а было гораздо больше. А сейчас я его заменяю на не менее роскошный аромат от Coach. Блин, давайте тоже помолчим и посмотрим на эту красоту. Посмотрите, какое оформление. Эту туалетную воду даже рекламировала Ольга Бузова. Эта туалетная водичка относится к цветочным. Но, вы знаете, здесь цветочками, может быть, и пахнет, но больше, наверное, фруктами, что ли. Вот больше, наверное, сладостью какой-то. То есть не явные цветы, а вот что-то типа груши, что-то типа ванили, что-то типа замши. Вот такое что-то теплое, обволакивающее, такое вот уютное что-то. Вот это у меня туалетная водичка. Посмотрите, вот она у меня целая и должна за месяц стать половинкой. Девчонки, я вам напоминаю, если вы не смотрели косметичку сентября, обязательно посмотрите. Ссылочка будет внизу, в инфобоксе, в описании. Как вам идея, кто, попробовали ли вы эту идею косметичку менять месяц за месяцем? Мне безумно это нравится. Мне это так понравилось, что я просто вот закайфовала. Она вообще просто, вот понимаете, я уже жду конец месяца, я уже начинаю продумывать на следующий месяц косметику. Я уже просто, вот ну нереально мне там что-то хочется. Очень, кстати, крутая будет косметичка ноября. Она будет у меня символичная, потому что в ноябре у меня день рождения. И в ноябре я расскажу, почему она будет очень крутая, очень символичная, с чем она будет связана. Может быть, кто-то уже понял, но в ноябре я обещаю очень крутую косметичку. Напишите мне, хотите ли вы макияж вот с этой косметикой. Ну и вообще жду от вас комментарии, общения. Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, на мой канал. Ставьте лайки обязательно, чтобы это видео увидело больше девчонок. Потому что лично я обожаю смотреть такие видео. Вот блин, я просто смотрела, рассматривала и слушала и вот наслаждалась. Большое спасибо, всем до свидания.